В Чешминский район вернулся первый башкирский имам. На кладбище Акзерат перезахоронили Хусейн Бека. Долгое время его останки находились в научном центре на изучении. Вернуть их на прежнее место было решено по многочисленным просьбам мусульман, которые ежегодно собираются у Мавзолея. На церемонии присутствовало все исламское духовенство республики, а также наша съемочная группа. Материал Артура Шемцельдинова. Долгожданное возвращение останков на родную землю. Этого момента ждали больше 30 лет. Один из первых проповедников мусульманской религии на территории современной республики, первый башкирский имам Хусейн Бек, перезахоронен в Мавзолее. Провести обряд погребения пришло все верховное духовенство Башкортостана. Со стороны за происходящим наблюдают десятки верующих. Праведные люди служат своему народу и людям и при жизни, и даже когда они вернулись в мир вечности, их достойные дела, их правдивые слова остаются в памяти людей. И вот такие люди, как Хусейн Бек Хазрат, учили этому. В начале 14 века Хусейн Бека по просьбе башкирского хана направили на эти земли из Туркестана для распространения мусульманской религии. По легенде, после смерти миссионера гробницу ему воздвигнул сам Тамерлан. По прошествии нескольких столетий Мавзолей был полностью разрушен. Лишь в 20 веке его вновь восстановили. А в 1985 году в целях изучения останки были эксгумированы. Все это время они находились в Уфимском научном центре Академии наук. Антрополог Алексей Ничвалода по особенностям скелета и черепа реконструировал внешний облик Хусейн Бека. Установлен облик, скульптурный бюст создан, я этим занимался как раз, который вошел во многие учебники истории Башкортостана. Вот, в частности, я недавно видел учебников о ведении, он называется, и обнаружил там фотографию реконструкции лица по черепу Хусейн Бека. Мавзолей давно стал местом паломничества верующих не только нашего региона. Бисьмилляхи рахмани рахим. В этот день, по традиции, десятки детей, старшему из которых 13 лет, участвовали в конкурсе чтецов Корана. Больше всего сердца чюри покорила Анастасия Букатая. Русская девочка с белорусскими корнями. В христианской семье она единственная мусульманка. Такое необычное решение принимала самостоятельно. Первое место за знание Корана досталось ей. Когда мне было 7 лет, мне предложили пойти в мечеть. Не знаю, что я русская, я, конечно же, не отказалась. Мне стало интересно, что такое мечеть. Я пошла с друзьями вместе. После этого уже где-то до 9 лет я просто ходила, повторяла за всеми. Уже в 9 лет я приняла ислам. Уже начала читать намаз, участвовать в конкурсах. И, ну, возможно, это было бы странно для многих, но мне это понравилось. Первый сход мусульман республики, посвященный Хусейн Беку, прошел в 2004 году. С тех пор он стал ежегодным. И лишь теперь, после возвращения останков мавзолей, сердце каждого верующего радуется. Их духовный покровитель вновь обрел покой на ставшей ему родной земле. Артушем Судинов, Азатыш Блатов, Башкирское спутниковое телевидение, Чешминский район.